Друзья, всем привет! Я продолжаю на своем канале делать обзоры аудиотехники от компании КТФО. Это китайский бренд. Они прислали мне несколько позиций своих продуктов. И сегодня на обзоре у меня вот такой микрофон. Модель называется FOSM10. Это конденсаторный микрофон с суперкардиоидной диаграммой направленности, предназначенный для цифровых, зеркальных и беззеркальных фото и видеокамер. Взглянем на него, познакомимся, посмотрим, стоящий ли это продукт или нет. Как всегда, я начну свой обзор с того, что озвучил стоимость на микрофон FOSM10. Он вам обойдется около 50 долларов. Но есть один момент. Это уже не первое устройство от компании КТФО. И если вы смотрели предыдущие обзоры на микрофонные системы, их у меня уже было два, то вы должны знать, что техника компании КТФО не продается в России. У них нет своего магазина и продавцов-дилеров на площадке Алиэкспресс. Единственная возможность их приобрести из известных мне – это площадка Амазон. Но лично я не нашел данного микрофона и там. Поэтому вы можете обратиться непосредственно на сайте производителя компании КТФО. Ссылочку найдете в описании под видео. И через информацию о контактах связаться с ними напрямую. Что входит в комплектацию микрофона Пушки за 50 долларов. В принципе, комплектация простая, но есть в ней все необходимое. А именно, меховая ветрозащита, сам микрофон, на нем уже установлена паролоновая ветрозащита и небольшая инструкция. Основные технические характеристики SM10 вы видите сейчас на экране. Вес микрофона составляет 143 грамма. И питается он от одной батарейки пальчиковой АА. По заявлению производителя, такой батарейки либо аккумулятора хватает примерно на 30 часов беспрерывной работы. Подключение к камере микрофона осуществляется с помощью миниджек-штекера. Обратите внимание, что микрофон SM10 имеет встроенную систему амортизации, гашения вибраций. Однако, на мой взгляд, такая система не совсем удачная с точки зрения инженерного решения. Потому что центр тяжести микрофона находится где-то сверху. И любое движение будет вызывать довольно сильную тряску микрофона. И да, вы сейчас можете слышать, что что-то болтается внутри микрофона. Так оно и есть. При распаковке микрофона я обнаружил, что в очередной раз столкнулся с браком. Что, в общем-то, вполне обыденное явление при работе с китайским продуктом. В данном случае в микрофоне внутри, видимо, что-то отломилось, какая-то деталь. И она теперь болтается внутри корпуса. Это создает проблемы при записи звука, потому что все вот это болтание улавливается микрофоном и, соответственно, записывается. Снизу на подвесе расположено пластиковое крепление на горячий или холодный башмак камеры. А также есть отверстие на четверть дюйма, с помощью которого в теории можно было бы микрофон закрепить, например, на штативе или стойке. Однако на деле оказывается, что шаг резьбы у данного отверстия меньше, чем стандартный шаг резьбы у видео, фото, аксессуаров, штативов, у стоек. Поэтому надежно прикрутить микрофон к стандартному креплению стоек просто не получается. На боковой панели микрофона есть три переключателя. Естественно, один отвечает за включение-выключение микрофона. Второй – это двухпозиционная регулировка усиления громкости 0 и плюс 10 дБ. И третий, самый верхний переключатель, отвечает за включение фильтра низких частот. На задней стенке можно увидеть световой индикатор, который у нас загорается во время включения и будет мигать, если у нас садится микрофон. А также есть разъем для подключения наушников. И с помощью этого можно мониторить звук, если, например, у вас нет аудиоразъема, аудиовыхода на самой камере. Что ж, давайте перейдем к тестам. И для начала я хотел бы провести тест на качество звучания микрофона KTFO SM10. Проверить его как в условиях относительно тихой студии, так и здесь, в уличных условиях, на запись звуков природы. А заодно я хотел бы его сравнить с микрофоном, которым я уже давно работаю. Это микрофон Rode VideoMic Pro. Тестовая запись. Микрофон KTFO FO SM10. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Микрофон KTFO FO SM10. Тестовая запись. Микрофон KTFO FO SM10. С фильтром низких частот. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Микрофон KTFO FO SM10. С фильтром низких частот. Тестовая запись. Микрофон Rode VideoMic Pro. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Микрофон Rode VideoMic Pro. Микрофон Рode VideoMic Pro. Микрофон Рode VideoMic Pro. Ну и в заключении, как всегда, пробежимся по преимуществам и недостаткам микрофона пушки от компании KTFO FO SM10. И, кстати, сейчас я пишу звук как раз-таки на нее. Прежде всего, хотелось бы выделить в качестве плюсов, ну, наверное, цену данного микрофона, который составляет всего 50 долларов. Для бюджетного продакшена это может быть очень важно. Ну и, соответственно, за такую цену меня очень порадовало качество звучания, которое получаешь при работе с данной пушкой. Ну и сюда же к плюсам хотел бы добавить тот момент, что в комплектации мы можем найти меховую ветрозащиту. По своему опыту знаю, что даже именитые бренды, вроде Rode, например, не всегда в комплектацию к своим микрофонам пушкам добавляют меховую ветрозащиту. И ее иногда приходится покупать отдельно. Ну, в общем-то, на этом с плюсами, к сожалению, я хотел бы и закончить. Давайте перейдем к минусам. И здесь список будет гораздо шире. И прежде всего к минусам я бы хотел отнести к качеству изготовления данного микрофона. Все-таки это действительно дешевый Китай. Хочу напомнить, что при распаковке я обнаружил, что в моем экземпляре внутри прякает, болтается какая-то деталь. На работоспособности самого микрофона это, к счастью, вроде бы не сказалось. Все функции работают, а микрофон включается. Но вот что касается самой звукозаписи, то, естественно, этот бряцающий звук какой-то детальки, которая болтается внутри микрофона, она присутствует на аудиозаписи и портит ее, бракует. Особенно вот когда происходят какие-то движения камерой. Сейчас у меня камера закреплена на штативе, микрофон, в общем-то, статичен и не двигается. Поэтому деталька вот эта отвалившаяся там о себе знать не дает и на звуке она не сказывается. Но стоит мне вот сейчас чуть-чуть поболтать. Микрофон и здрасте, приехали. Ну и сюда же к качеству изготовления можно отнести непонятную ситуацию с отверстием на четверть дюйма для крепления на стойке, у которой шаг резьбы почему-то меньше стандарта. Конструкция амортизирующего подвеса, которая должна гасить вибрации, лично у меня она вызывает вопросы, потому что центр тяжести микрофона получается находится сверху. И такая конструкция, она не столько гасит вибрации, сколько еще больше их вызывает. Ну и последний штрих к минусам – это тот факт, что данный микрофон, как и любую другую продукцию компании КТФО, не приобрести в России, ее нет на Алиэкспрессе. И в целом покупка устройств, аудиоустройств от компании КТФО для россиян довольно проблематичной. Но, учитывая все вышеизложенное, возможно, это в данном случае и не такая уж прям большая проблема. Что ж, у меня на этом все. Спасибо вам за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, подписывайтесь на другие соцсети, ссылки на которые вы сможете найти в описании под видео, а также сейчас видеть на экране. Всего вам хорошего. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok